Добрый день. Я хочу рассказать о любопытном, на мой взгляд, эпизоде из истории отечественного, раннего советского кино, а именно о том, как в исторических постановках кинофабрики в первой половине двадцатых годов использовались аутентичные предметы, ценные, подлинные. И прежде всего я буду говорить о костюмах. В 1974 году в Государственном музее истории Ленинграда имени Петербурга был передан массив предметов, исторического костюма, женского, мужского, около 30 штук, из Ленфильма. И среди этих предметов, там было много чего интересного, но вот среди этих предметов, в частности, на слайде показан, есть костюм ливрейного служителя Шеремеческого дворца. И вот эту ливрею мы запомним, потому что дальше мы с ней еще столкнемся. Как следует из актов передачи, аутентичные сценические постановочные средства, так они назывались, передавались с 70-х годов не только с Ленфильма, не только в музеи истории Ленинграда, но и в другие музеи. Например, уже в 80-е годы в Государственный военно-исторический музей имени Суворова поступили образцы военного формного костюма XIX века, и там среди них есть очень ценные экземпляры. Уже в середине 90-х годов из киностудии в Царское село поступают почти 300 предметов обстановки, быта и костюмов, которые в начале 20-х годов были оттуда вывезены в ходе национализации дворцового имущества. Вот такие траектории. Но тут возникает вопрос, каким образом вообще на кинофабрике, на киностудии оказалось значительное количество подлинных, аутентичных предметов музейной ценности. Опять же, я буду говорить в большей степени о костюме. Мне показалось любопытным попробовать проследить траекторию перемещений предметов, которые были национализированы и, соответственно, вывезены из имений дворцов. Как известно, в июле 1918 года на основании декрета Совнаркома все императорские и великокняжеские дворцы были национализированы. И в это же время начинается официальное массовое перераспределение дворцового имущества. Неофициальное началось, конечно, раньше. И в главном дворце страны зимним национализация имущества, в частности, богатейшего по собранию содержимого гардеробные и кладовые, началось еще задолго до официального принятия декрета. В национализированном Павловском дворце, в частности, находились обширные гардеробные с личными вещами, костюмами членов императорской фамилии от Петра I до Николая II. И особенно много было личных вещей, предметов костюма Александра I. В 1924 году было организовано бюро по учету и регистрации госфондов. В дальнейшем оно было применено в комиссию. И вот на эту структуру была возложена задача, обязанность контролировать реализацию, то есть продажи госфондов на внутреннем рынке, а с 1928 года через посредство всесоюзного объединения антиквариат и продажи на Запад. Центральные склады комиссии госфонда находились в Зимнодворце. И вот именно через него в первую половину 20-х годов шли массовые распродажи национализированного имущества, причем не только зимнодворцового, но и из других великопняжских дворцов и имений. Все туда свозилось, а также из пригородных дворцов и особняков знати. В частности, через комиссию госфонда реализовывалось имущество Юсуповского, Шереметьевского, Шуваловского особняков и пригородных дворцов. Таким образом, шло распределение, то есть продажа так называемых госфондов немузейного значения официальной характеристики. Сюда попадало все помимо предметов искусства. То есть это обстановка, это предметы мебели, это предметы бытового назначения, чайники, ложки, посуда. Ну и, конечно, костюм, вот он попадал сюда же. Текстиль там, все это. И личное имущество членов династии Романовых сюда тоже попадало. В середине 20-х оставшиеся к тому времени в Зимнем дворце предметы одежды даже продавали всем желающим, известный факт, и авторы филетонов в советских газетах неодобрительно отзывались об этой компании, жутко популярной населения, как о распродажах царской барахоты. Вот. То есть это то, что касается продажи. Что касается передач межведомственных, это тоже параллельно продажам важный канал перераспределения национализированных имуществ. Перераспредавались предметы в формирующиеся советские учреждения. Прежде всего, это театры, Петроградские театры. И, например, уже в январе 18-го года бывшая царская ливрейная кладовая Зимнего дворца была переформатирована в склад ливрейный, и вот от ливрейного платья. И вот оттуда уже одежду, аксессуары, прочие предметы передавали в клубы, театры и образовательные учреждения и так далее. Начавшись первые после революционных годов, этот процесс массового перераспределения имущества был совершенно повсеместным. Ну и, конечно, говоря об этом перераспределении нельзя не сказать о кражах, абсолютно носивших массовый характер. И в условиях гражданской войны и крайнего дефицита, собственно, одежды, предметов одежды, зачастую именно содержимое дворцовых гардеробных расхищалось в первую очередь, и тому немало свидетельств и документальных, и мемуарных. Любопытно, что вот наглядное представление о масштабах вот этих костюмных перемещений дают цифры. Вот по словам Нины Ивана Тарасовой, заведующей сектором прикладного искусства, истории русской культуры Эрмитажа, в 17-м году в ливрейной кладовой земле дворца по предварительным подсчетам находилось более 25 тысяч предметов, костюма. А сейчас в коллекции меньше, чем пять сотен предметов. Конечно, вычислить точные траектории передвижения этих предметов крайне сложно. Это сложно даже в отношении ценных предметов, предметов искусства учитывать эту обстановку. Чего же говорить про малозначительные с точки зрения тех, кто этим занимался, тряпки, предметы быта и так далее. Поэтому информацию приходится собирать вот фактически по крупицам, по каким-то упоминаниям в прессе, вот в частности в газете «Жизнь и искусство» за 18-й год упоминается, что национализированные предметы одежды массово передавались в разные петроградские рабочие театры. И вот в основном оттуда уже, из театров, а не напрямую из дворцов, эти костюмы, эти предметы одежды впоследствии поступили на кинофабрику. К сожалению, задачу исследованию затрудняет то, что ранние инвентарные книги на Ленфильме не сохранились. Иначе можно было бы проще и, возможно, менее окольными путями узнавать историю всех этих предметов. Итак, «Стегзалкино», его гардеробные. В годы НЭП молодой советский кинематограф оказался в сложной ситуации. С одной стороны, начальство профильный отдел «Наркомпроса» требовало высоких показателей кинопроизводства. И причем эта продукция, следуя ленинской концепции понимания кино как огромного наглядного учителя, должна была отвечать определенным идеологическим требованиям пропаганды. С другой стороны, кинофабрики находились в условиях, довольно непростых условиях хозрасчета. То есть это заставляло их думать о прибыльности и самообеспечении. И вот прежде всего по этой, на тех же хозрасчетных условиях находились в кинотеатры, естественно, многие, те немногие, которые были государственные, значительная часть была частновладельческая. Но вот прежде всего именно по этой экономической причине в первые годы советский экран в основном был занят импортной продукцией. Это было относительно недорого для прокачка и успехом у публики это пользовалось огромным совершенно. Например, в 1924 году в Ленинграде действовало 73 кинотеатра, в основном частновладельческих. И репертуар этих заведений отражал в полной мере вкусы зрителя. То есть это ледяная доля импорта, среди которого безусловно доминировал американское кино, блокбастеры, боевики, мелодрамы из-за великосветской жизни. Ну и также повторными прокатами шло дореволюционные ленции, которые тоже, в принципе, пользовались популярностью. Что вот в этих условиях мог советский кинопром противопоставить американской приключенческой фирме? Первая математическая кинопродукция – это короткие агитфильмы, которые с 18-го года стали выпускаться. Ну, трудновато им было конкурировать за зрителей, конечно, с американскими боевиками. Вот историк кинонея Марковна Зоркая в этом контексте задается вопросом риторическим. Смотрели бы массы добровольно, а не по разнарядке про торфодобычу, или предпочитали старую добрую ленту «Позабудь про камин»? Ответ очевиден. Еще удачнее представляются слова критика современника Ноуфа Кауфмана, который в 28-м году в журнале «Советский экран» сокрушался. Ничего нет удивительного в том, что зритель, воспитанный на Перл Уайт, Гарри Пиле и Контраде Фейты обижался, когда ему показывали броненосец Потемкин и мать. Ну, действительно, зритель обижался, когда его пытались идеологически просвещать уж слишком в лоб, слишком откровенно. Советский зритель, как и любой другой, наверное, хотел, чтобы его прежде всего развлекали. И вот тут, вот в этих непростых условиях костюмированная историческая фильма стала блестящим решением, очень элегантным решением, компромиссным для трех вовлеченных сторон. Революционные события, массовый передел имущества национализированного создали уникальные условия для государственного кинематографа, а именно бесплатную ценнейшую базу реквизита и возможность задействовать в съемках интерьера дворцов пригородных и исторические места фактически беспрепятственно. И ценные аутентичные предметы костюма стали бесплатным реквизитом. Это, в принципе, ситуация уникальна для истории не только отечественного, но и, в общем, мирового кинематографа. Более того, очень любопытно, что сам жанр определялся костюмом, а не костюм диктовался жанром, как это обычно происходит. Такие кинопостановки были эффектные, зрелищные, с одной стороны, с другой стороны, ну, относительно безвредные идеологически. И действительно, это был идеальный компромисс между тремя сторонами. Публикой, которая с удовольствием ходила на эти постановки, смотрела их, кинофабрики, которая получала прибыль и рост показателей эффективности, ну и партийная начальство, которая до поры до времени не одобряла, в принципе, эти постановки, пока не было возможности и не было, в общем, просто базы создать по-настоящему советское новое кино, нового образца. Режиссер Козинцев, который пришел, молодой Григорий Козинцев, который пришел работать на кинофабрику в начале 1924 года, оставил совершенно замечательное, на мой взгляд, красочное описание гардеробной. Я процитирую. Гардеробный на Севзапкино. Когда приходят люди, интересующиеся кинематографией, их ведут прежде всего в костюмерную. Директор студии, возглавляющий экскурсию, никогда не забывает показать неестественно большие замшевые бриджи. Это не просто нижняя часть одежды, но и исторические штаны. Александр III совершил в них верховые прогулки. Костюмы дворцового имущества содержатся в образцовом порядке. Нескончаемыми рядами висят николаевские шинели с седыми бобрами. Гвардейские мундиры, ментики, доломаны сверкают пиполеты золотой шихьё, треуголки расцветают плюмажами. Из лакированных киверов торчат султаны. В углавые орлы вцепились сказки кавалергардов. Чередуются черные, желтые, зеленые околыши. В витринах поблескивают на бархате звезды, ордена, медали, как арты. Здесь среди тишины и запаха нафталина хранилась самая суть снимавшихся с лент. К слову, примечательно, что непростая судьба после революции сложилась и у других исторических штанов. Из гардероба Александра Второго, как вспоминал Александр Бенуа, писал, что из гардероба Александра Второго утащено много брюки-мундиров, в которых похитившие их, вероятно, теперь разгуливают. Это тоже к вопросу о перераспределении имущества. Эпоха костюмированных историко-биографических масштабных постановок на Севзапкино связана прежде всего с именем режиссера Александра Ивановского. И вот первая его, не первая хронологически, но первая программная и масштабная постановка, это «Дворец и крепость», фильм «Дворец и крепость» по повести на основе романа Ольги Форж «Одетый камнем». Важно сказать, что сам Ивановский, когда пришел, когда получил назначение и в 23-м году поступил на кинофабрику, он отметил, что на студии еще не было костюмерных и вообще никаких костюмов собственных не было. Это начало 23-го года. Ну и тут он сразу приступает к работе над «Дворцом и крепостью». В феврале 24-го года это главное произведение Ивановского выходит на экраны. Драма по мотивам жизни революционера Михаила Бейдемана. Она снималась в интерьерах Зимнего дворца, Анечкиного дворца, Петропавловской крепости, а также Павловска, Петергофа, Царского села, где только нет. Такое масштабное событие, и журнал «Жизнь и искусство» на протяжении всего 23-го года освещало в деталях подготовку этого блокбастера. И вот в одном из выпусков режиссер Ивановский так охарактеризовал готовящуюся постановку. «Дворец и крепость» является по замыслу первой большой историко-революционной инсценировкой, фиксируемой на киноленте в плане кинотрагедии с возможным соблюдением исторической правдивости в персонажах, хронологических событиях в архитектуре и аксессуарах». Ну, по поводу заявленной исторической правдивости, во всяком случае, в отношении аксессуаров и антуража здесь действительно все так, так оно и есть. В фильмах, в этом фильме использовали уникальный реквизит. Это переданные на кинофабрику из дворцовых, гардеробных и кладовых одежку. И прежде всего в огромном количестве мундирные ливрейные костюмы. Кроме того, были задействованы и мемориальные предметы музейного значения, например, мебель из царских покоев и личная карета Александра Второго, на которой император ехал в последний день своей жизни. Эрмитаж предоставил, поскольку в тот момент фонды конюшного ведомства находились в эрмитаже. Вот две афиши. Конечно, формально сюжет соответствовал тем требованиям, которые официально к нему предъявляла пропаганда. Но в действительности думается, что все вовлеченные и причастные к этому делу на самом деле понимали, ради чего это все делается. Не ради идеологического воспитания, а скорее ради зрелища эффектного, похожего на сказку и в целом очень схожего по своей структуре с дореволюционными постановками из роскошной жизни знателя. Тут, в принципе, то же самое. Подробно на афише расписано, какие материалы используются и где это все происходит. Действие происходит в царствовании Александра Второго и Александра Третьего. Съемки сделаны в местах исторических событий и подлинных обстановках в Зимнем и Анечковом дворце в Павловске, Петергофе, в царском селе Петропавловской крепости. Подлинные мундиры и костюмы Александра Второго, Александра Третьего и всех придворных, а также историческая карета Александра Второго в сцене его убийства, предоставленной для съемок государственных музеями. Ну и вот на второй афише тоже персонаж колоритный как бы намекает, что собственно здесь будет, ради чего на эту картину стоять идти. Это «Дворец и крепость» стал началом исторической кинотрилогии Ивановского. Далее фактически через год последовала постановка тоже историческая Степан Халтурин, а потом вот в 26-м «Декабристы». И ленты, надо сказать, пользовались реальным большим успехом у публики. Они с удовольствием туда ходили, не порой изнарядки. «Дворец и крепость» демонстрировались за рубежом, вот в частности в Германии, Франции. И там, в свою очередь, вызвали удивление местных критиков тем, что какие же должны быть потрачены на такие масштабные постановки миллионы. То есть это постановки производили впечатление совершеннейших масштабных действий с миллионными тратами. Ну а левые советские критики неодобрительно крестили эти фильмы бархатным жанром, как раз запышность антуража. Сам Ивановский, вспоминая от постановки «Декабристов», писал «Нелегко одеть двухтысячную мостовку, но неожиданно мы получили подарок. С армейских складов нам выделили офицерские шинели, гвардейские белые кавалергарские мундиры. Это помогло нам справиться с очень трудной задачей». Конечно, отзывы об этих фильмах и о «Декабристах» в частности в критике, в прессе были, прямо скажем, не очень восторженные. Все это довольно очевидно было скроено по образу и подобию революционных мелодрам в роскошной обстановке, где на фоне событий, в данном случае «Декабристов» на фоне исторических событий и роскошного антуража дается история любви декабриста Анненкова и французской француженки Мадиски. И это как бы суть постановки. Ну вот, например, отзыв. «С щедростью, достойной лучшего применения, показаны помещичьи и царские дворцы, дворцовый этикет балы и царско-серские фонтаны». Рецензент советского кино, еще более непримиримо, это образчик того, как не нужно делать исторические картины. И продолжать. «Декабристы» – это обычная любовная картина. И вовсе не случайно Анненков оказывается несколько неумным. Он слишком влюблен. Неумен и Рылеев, неумен и Трубецкой. Все они больше интересуются поцелуями, чем даже разговорами о восстаниях, не говоря уже о самом восстании. Вот такой был общий тренд, вектор оценки. Надо сказать, что помимо Ивановского на той же постановочной базе и в том же духе снимали историко-биографические ренты мелодраматического уклона и другие режиссеры дореволюционной закалки, в том числе, например, Владимир Гардиан, очень известный фильм в 1927 году «Поэт и царь» по вольной интерпретации пушкинской биографии. Вот, по сути, превращенная в любовные интриги между Пушкиным, Дантесом и Николаем Первым, который, оказывается, тоже проявлял недвусмысленный интерес к супруге. И, ну, ой, боже, я, извиняюсь, я, надо сокращаться. Так, тогда придется пропустить интересные цитаты и закончить тем, что на базе этого реквизита, богатый реквизит, служил, верой и правдой, не только историческим постановкам дореволюционных режиссеров, но и отечественному киновангарду он тоже послужил. Молодые режиссеры «Фэксы», Козинцев и Трауберг, пришли на себе в запкино с намерением делать фильмы, полностью противоположные по духу и по эстетике этим бархатным историческим постановкам. И в 26-м году на экраны вышла кинолента «Шинель» по гугольским мотивам. Автором сценария был Тынянов, художником-постановщиком знаменитый Евгений Яней. И, конечно, яркая экспрессионистская образность, безусловная сказочная, сюрреалистичная атмосфера во многом создавалась благодаря предметной среде, наполнению этих лент. И за нее отвечал художник Евгений Яней. И интересно, кажется, попытаться разобраться, в чем, из чего, из таких предметов сделана эта фэксовская «Шинель». И, наверное, ничто не скажет о механике съемочного процесса. Лучше, чем документы в ЦГАЛе, в фонде, хранится массив переписки, сметы как раз по постановке «Шинель». И там совершенно замечательные вещи. Фантасмагоричная обстановка, задуманная создателями, требовала сочетания неожиданных вещей в неожиданных комбинациях. И вот мы находим, например, такие среди служебных записок источники поступлений предметов для постановки. Из Академии художеств просили предоставить для съема гипсовые бюсты Юпитера, Зевса и Венеры, бюро похоронных процессий, дроги с лошадью и простой гроб. Татрическое задоводство отдела благоустройства, 12 штук ползучих растений для трильяжа. Архив бывшего Сената несколько дел в отношении времен 30-40-х годов. Магазин «Аквариум», большую клетку с птицей по выбору помощника режиссера и попугая в клетке. И так далее. Можно продолжать. Посильный вклад в отечественную кинематографию внесли даже работники Александровского рынка. Коменданту был направлен запрос о взятии на прокат для съемок фильмов «Шинель» различных вещей, имеющихся у торговцев Александровского рынка. Позаботились также в его транспорте. Опять же, Эрмитаж, разнообразные исторические предметы предоставил для съемки. И, наконец, костюмы. То есть важная стилистическая основа экранового персонажа. Конечно, фексы использовали богатейшую костюмную базу самого «Севзапкино». Что-то необходимое, но недостающее, добирали в частных прокатных конторах и, конечно, в богатых костюмерных Александринского театра. И тут в одном из эпизодов «Шинели» на экране появляется персонаж-вестник, привидевшийся Башмачкину во сне. И вот этот герой, он облачен в такой гротескный костюм с всяческими бутафорскими регалиями, аксельбантами, шляпа-цилиндр, огромные палеты и так далее. И вот все это украшает ливрею. Вот это та самая ливрея, которую мы увидели на первом слайде. Несмотря на то, что предмет трудноузнаваемый из-за обилия всего этой антуража, и оператор Москвин тоже постарался, напустил дыму. Но, тем не менее, мы с большой, действительно, большой долей вероятности утверждаем, что это та самая ливрея, которая сейчас в музее истории Петербурга хранится, с которой мы начали разговор, потому что по деталям отделки, в частности, галуну с гербовыми элементами шереметьево можно идентифицировать. Ну и дальше, собственно, эти предметы фэксы использовали в своих постановках исторических, фантазийных и так далее, о чем пишет сам Кузинцев неоднократно. Итак, подводя итог, вот можно сказать, что жанр костюмированной историко-биографической постановки, он во многом сформировался благодаря бесплатной по стечению исторических обстоятельств, возникшей на киностудии базе костюмов и реквизитов богатейшего. И мы знаем, что выяснили, что на кинофабрике костюмерная появилась летом 1923 года, как раз тогда, когда Ивановский ставил дворец и крепость. И в течение последующих лет, во всяком случае, как минимум, в 20-е годы она пополнялась неоднократно, ну и дальше использовалась. Но как бы специфика театрального и кинокостюма вообще, и этого в частности, в том, что срок его жизни невелик. Он для каждой последующей постановки переживается, переделывается и в конечном итоге остаются какие-то обрезки, отделки и любопытный квест – это найти, что где снималось. Вот если рассматривать, вот, например, платье Маргариты Тереховой из «Собаки на стене», выше тот же самый совершенно элемент отделки приспособлен для Ивана Грозного. Ну а в свою очередь этот пример – это подлинное шитье с царских церковных, церковных облачений. Вот. Тоже, кстати, в общем массиве национализированных предметов большое количество церковных облачений на кинофабрику поступило. Вот. Ну и, да, финально, просто финально скажу, что вот по словам Елены Пахомовой, начальника цеха подготовки съемок, на сегодняшний день в студийных костюмерных не сохранилось ни одного аутентичного костюма. Ни одного. То есть, современные киногусары, они одеты в бутафорские милиции. Я извиняюсь за то, что я так нагло перебрала время. Извиняюсь. Спасибо большое за интересный рассказ. Уважаемые слушатели, есть ли у вас вопросы. У нас есть время. Ой. Да, у нас есть вопросы. У нас есть время. Можно пока? Угу. Заключить. Надя, вопросы. И вот он у вас есть. Я зачитаю вопрос из чата от Александра. Спасибо большое за доклад. Вопрос. В цитате о фильме дворец и крепость была интересная формулировка. Картина называлась не фильмом, а инсценировкой, снятой на киноленту. Это с чем-то может быть связано. Например, с практикой инсценировок в городском пространстве, как-то взятие зимнего в 20-м году с режиссёром Евриимова. Ну, я думаю, что это всё-таки в данном случае в большей-меньшей степени случайная характеристика, учитывая саму практику работы и дореволюционный опыт работы в кино режиссёра Александра Ивановского. Он начинал в Москве под руководством Якова Протазанова, известного режиссёра дореволюционного. И я думаю, что на самом деле формулировки разные звучали. Как это назвать с инсценировкой или постановкой или восстановлением подлинной эпохи? Вот в разных отзывах, в разных контекстах звучали разные фразы. Но так или иначе сам Ивановский и в своих выступлениях 20-х годов и позже в мемуарах пытался напирать на то, что он старался следовать максимальной точности вплоть до деталей, восстанавливать. И эта точность даже каким-то курьёзом приводила, что, в частности, на роль актрисы в фильме «Декабристы» пригласили из Парижа то ли внучку, то ли правнучку самого Анненкова, соответственно, «Декабриста». Вот до такой степени они там пытались… Ну, понятное дело, что наши киновангардисты, когда пришли камня на камне, они отставили от этой риторики. И у Козинцева в воспоминаниях немало крайне скептических, скажем так, замечаний по поводу работы, принципов работы его предшественников до революционной закалки. Спасибо большое. Ещё один самый последний вопрос, и тогда все остальные комментарии мы попросим перенести в виртуальный кулуар. Последний вопрос от Семёна Дымшица. Возможно, когда в «Обломке империи Эрмлера» главный герой сдаёт свой орден в гротескную реквизитную… Эта сцена отчасти пародирует описанную вами реквизитную «Совкино». И тогда эту сцену можно было бы считывать ещё и в контексте полемики с костюмными фильмами. Слушайте, здорово. На самом деле, да. Я как раз на эту деталь не обращала внимания, но вот сейчас вспоминаю, что действительно вот этот эпизод в гениальном фильме Эрмлера, он как бы открывает какой-то тематический пласт, отсылку к этому тоже, что, может быть, для современников было более очевидно эти параллели, какие-то аллюзии, чем для нас. Но вот если вот так сопоставить, то действительно открываются какие-то интересные… Спасибо за вот это указание, да. Спасибо за просмотр!